В Бишкеке начали реконструкцию основных ирригационных сетей. Чтобы минимизировать потери поливной воды, в первую очередь начали работу на подающих каналах. Параллельно ведется ремонт ворыках магистральных дорог. Тема продолжит Диана Мамекова. По истечении четверти века проблема рычной сети столицы решается теперь не просто на словах, а на деле. С началом весны сотрудники муниципалитета проводят очистку подающих ирригационных каналов. Это первостепенная задача в их работе, чтобы не было потерь поливной воды. Наша задача обеспечить подающие магистральные каналы водой, так как, как вы заметили, уже город с каждым днем растет, территория увеличивается, зеленое насаждение увеличивается, и мы должны обхватить магистральные подающие каналы. Идет ремонт по каналу Верхний Транзит и Лагерный. Они охватывают три района – Октябрьский, Ленинский и Первомайский. Здесь, на каменистопесчаной почве, потери воды достигали до 40%. Более того, повышался уровень грунтовых вод. Теперь же проблем станет меньше. Параллельно идет работа по реконструкции рычной сети на центральных улицах и парковых зонах столицы. На первых очередях стоит улица Чуй, проспект Чуй, проспект Манаса и проспект Байтика-Баторе. А потом дальше будем, это не сезонная работа, это будет до конца года, пока погода будет позволять. Мы должны за 16-17 год заменить всех нуждающих в каналах. По дефектным актам предусмотрено 96 миллионов сомов. Сейчас же ведется работа на 60 миллионах. Предприятие «Зеленстрой» подало заявку на замену арыков на более 90 километрах. Выполняет работу Бишкек Асфальтсервис. Около 2 километра мы заменили. А по подающим каналам полтора километра мы уже больших лотков ставим. И работа идет. И до окончания, до полности замены будет работа идти. Сейчас идет работа пока на центральных улицах. Предусмотрено до конца 2017 года произвести замену лотков и внутриквартальных, и внутридворовых арыков. Были только частичные ремонты, реконструкции каналов. А таких полномасштабных не было со времен Советского Союза. Как я ранее сказал, у нас сейчас идет основное усилие работы по подающим магистральным каналам, чтобы обеспечить поленной водой без потерь и своевременно для наслаждения зеленых для города. На местах работают 40 человек и 10 единиц техники. Сотрудники муниципалитета просят горожан с пониманием отнестись к некоторым трудностям на трассах. Этот процесс во благо нашей столицы, говорят они.